ну что ж всем огромный привет я безумно рада видеть вас на своем канале и это строительство sims 4 я сегодня со строительством к вам в оазисе мне безумно хочется закончить уже добить этот город потому что у меня осталось в нем на самом деле не так много участков и когда я выпускала первые мобильные домики домики на колесах дома трейлеры вот все в этом духе скажем тогда я спрашивала вашего мнения хотите ли вы больше такого строительства на канале и тогда очень тепло приняли такой домик это был тогда еще первый домик из этой серии потом был еще один потом еще один я построила за кадром и он в скором времени надеюсь появится на бусте в любом случае он рано или поздно все равно появится на бусте не буду говорить когда именно потому что пока еще не знаю но сам факт что появится и вот у меня остался тут один участок получается для такого жилого домика еще один общественный у меня был тоже построен за кадром это бассейн для оазис спрингс и собственно он уже лежит на бусте вы можете пойти его скачать и на стримах мы уже на нем бывали можете посмотреть если интересно в частности на вчерашнем стриме мы были в этом бассейне в оазис спрингс он очень прикольненький такой в ретро стиле очень простенький незамысловатый поэтому тот участок тоже был за кадром но он лежит на бусте район называется бедрак стейт и как раз таки в этом районе у меня оставался один всего лишь один не застроенный перестроенный участок и я понимала что ну как-то нехорошо надо же уже добить и собственно дайте будет у вас полноценный участок правда вам будет не хватать всего одного домика но он тоже я думаю в ближайшее время появится на бусте разумеется я понимала что здесь будут стоять похожие дома но мне хотелось здесь сделать именно два домика на одном участке которые стоят рядышком вместе и персонажи которые будут здесь жить будут жить как раз таки по соседству делить одну территорию на два дома разумеется в моих планах имелось чтобы эти две семьи как-то тесно общались в принципе дружили налажен был у них между собой контакт потому что территория общая я думаю общие посиделки у костра есть о чем поболтать можно найти общий язык на самом деле поэтому я так себе и запланировала что будет стоять два похожих домика на одном участке с разной планировкой с разной наполненностью мебели как раз таки получится вот такой вот общий участок сегодня я вам про этот участок расскажу про эти домики расскажу про семей расскажу про все нюансы и детали так что давайте без супер долгого вступления усаживайтесь поудобнее обкладывайтесь вкусняхами и присоединяйтесь к просмотру и прослушиванию данного ролика начну я с того что участок это 30 на 20 он совершенно небольшой и для меня изначально вообще была задачей а как сюда впихнуть два довольно ну таких объемных дома потому что мне хотелось сохранить размер который я началась задала этим домам этому типу домов я вам кстати по ходу видео оставлю ссылку на первый мобильный дом дом на колесах кажется то видео называлось ссылка сейчас вылезет в правом верхнем углу обязательно посмотрите и потом еще где-то по ходу видео еще одна подсказка выскочит тоже на еще один такой же типовой домик тоже для оазис спрингс обязательно посмотрите если вы еще не видели и бы по какой-то причине пропустили чтобы понимать вообще о чем идет речь каком стиле я вижу этот район и все прочее вот так что для меня сначала было на самом деле действительно проблемкой как впихнуть сюда два таких довольно больших немаленьких трейлера мобильных дома как и всем передвижной дом дом на колесах можно как угодно это называть у них у такого типа построек очень очень много разнообразных названий но вообще это называется мобильный дом дом который когда-то мог по сути быть передвижным до который можно было прицепить к машине как прицеп и поехать с ним либо же мобильными домами еще называются те дома которые очень легко транспортируются с помощью специальной машины они как бы ну типа как-то собираются и потом разбираются заново типа того я я уже досконально не помню в чем там суть но в первом ролике я как раз таки очень подробно рассказала про мобильные дома про их особенности и про все прочее поэтому если вам интересно послушать про мобильные дома и что это вообще такое можете пойти послушать как раз таки по той подсказки которую я дала вам пару минут назад вот сегодня здесь углубляться так сильно не буду потому что уже рассказывал эту информацию думаю повторяться не имеет смысла сегодня я расскажу вам конкретно для кого был построен этот дом для каких персонажей какого количества какого рода деятельности и всего прочего поэтому приступаем про участок сказала по стоимости наверное сразу остановлюсь а то потом могу забыть по стоимости данные два домика на одном участке вышли на 95 тысяч 98 7000 в целом для двух домов это немного но учитывая что домики маленькие могло быть и подешевле но я каждый раз удивляюсь сумме то она слишком маленькая и я такая почему то она слишком большая и такая тоже опять же таки почему не знаю возможно sims сам по себе крутит вертит как хочет возможно это зависит от того насколько много я использовала объектов из отладки не из каталога из-за этого стоимость может быть меньше чем обычно но здесь я как-то не особо контролировала отладка это или не отладка хотя тут много декора из отладки тоже но все-таки видимо больше декора из каталога чем из отладки давайте наверное начнем с территории потому что я начала строительство именно с территории на территории располагается два домика с небольшими скажем так маленькими верандочками у каждого из них также есть общая зона для костра с большим костром со стульчиками у костра можно потанцевать просто посидеть поболтать пообщаться пригласить друзей гостей кого угодно просто провести классные теплые летние весенние и осенние вечера на улице чем не классно очень прикольно мне нравится устраивать какие-то такие очень укромные классные зоны на улице также есть общая зона со столом уличным и с грилем это для того чтобы устраивать также какие-нибудь гриль вечеринки либо просто проводить вечера жарить мясо картошку да все что угодно можно пожарить на гриле тоже как способ приготовить какую-нибудь вкусняшку своим персонажем порадовать их также есть зона для садоводства потому что один из персонажей живущих на этом участке будет заниматься с удовольствием поэтому здесь эта зона есть есть еще некая веревка для сушки белья но она скорее относится больше ко второму домику потому что у второго домика нет стиральной и сушильной машины в доме если у первого я такую зону по моему расположила если мне не изменяет память по моему она там есть да там есть нет или нет боже я запуталась короче если нет ни в одном домике не стирали не сушили машины то получается вот эта корыто и веревка будет одна на двоих то есть одна на два домика а если есть значит есть я уже честно говоря что-то забыла расположил или не расположил как-то не запомнил этот момент и этот нюанс, но в любом случае, по-моему, нету там ни стиралок, ни сушилок, поэтому веревка с корытом на улице, стирка, разумеется. Но, если вы очень хотите сделать жизнь своих персонажей комфортнее, да, и не ходить каждый раз под дождем стирать шмотки и высушивать их на этой веревке бесконечно долго, хотя у Азис, конечно, всегда тепло, но бывает и дождливая погода, поэтому можете поставить стиралку, сушилку и будет вам счастье. Но я оставить не стала, если захотите, сами это измените. Первый домик, давайте постепенно перейдем к первому домику, потому что вроде бы про двора мне больше сказать нечего, там, ну, цветы какие-то, и в целом общих зон не так много, так как участок реально крошечный. Было проблемой там как-то все разместить красиво, но я за кадром немножко помучилась, расположила и потом на камеру воспроизвела, скажем так, чтобы уже не мучиться и не снимать вам эти мучения на камеру. Давайте ближе к первому домику. Первый домик рассчитан на семью из четырех персонажей и на одного питомца. Либо кошка, либо собака, это выбирайте на свое усмотрение абсолютно, но, возможно, я не поставила лоток, а поставила только миску, поэтому скорее всего подойдет именно собака. Но если хочется кошку, можете поставить лоток, если найдете для него место, и в целом можете завести кошечку. В первом домике разместилась все самое необходимое, столовая, гостиная, небольшая общая спальня и для родителей, и для детей. Детей двое, родителей двое, разумеется, для детей я поставила двухъярусную кровать, чтобы сэкономить место, потому что домик маленький, нужно как-то ютиться. И в первом домике, который я строила, вот на эту же тематику мобильных домов, я вам там тоже, собственно, рассказывала о том, что спальня общая, дети с родителями будут в одной спальне, это нормально. По-моему, это в этом домике было, насколько мне помнится. Поэтому там такая же история, что дети будут спать в спальне с родителями. К сожалению, не так много мест, чтобы разместить две отдельные спальни. Либо они будут совсем крошечными, прям, ну совсем-совсем крошечными, чего мне очень не хотелось, либо вот одна общая. В принципе, я не вижу ничего плохого в общей спальне, потому что персонажи не такие привередливые, не такие придирчивые, да, личного пространства. Поэтому, собственно, мне кажется, это никакая не проблема, если персонажи будут спать все в одной комнате, так даже уютнее, теплее, что ли, не так страшно, да, ну, если вот так рассуждать. Поэтому персонажи не очень привередливые, решила, что пускай все спят в одной комнате. Разумеется, в каждом домике есть ванная комната, хоть небольшая, но она есть. Душ, туалет, все удобства в доме, поэтому в этом плане все хорошо. По поводу стиля первого домика, он такой более семейный, уютный, нежели второй, потому что второй, ну, про второй чуть попозже, конечно, поговорим, но второй более такой, не такой современный, что ли. В первом все-таки старалась использовать светлую мебель какую-то и все прочее. Видно, что он немножко с более хорошим ремонтом, чем второй, и здесь живет просто семья. Они как-то здесь сделали ремонт постепенно, потому что вариантов куда-то съехать, купить какую-то квартиру, либо же снять квартиру. Зачем? Если есть вот это жилище, есть вот эта жилплощадь, да, тесно, но зато уютно, мне кажется. Места, конечно, очень немного, здесь, в принципе, очень мало что влезло, но самое-самое необходимое для жизни деятельности влезло. И место, где покушать, и где приготовить, и где посмотреть телевизор, и вместе посидеть в гостиной на диване, что-то пообсуждать, и где поспать, и где сделать детям уроки, помыться, почистить зубы, все есть. И шкафы, и рабочий стол, кстати, даже с компьютером влез, поэтому в целом, мне кажется, поместилось все самое необходимое. По поводу карьер персонажем я не особо придумывала и продумывала. Мне кажется, оба родителя должны работать, чтобы смочь содержать и дом, и детей, потому что, ну, я думаю, не от хорошей жизни. Но я не думаю, что у них очень высокие, какие-то крутые карьеры. Мне кажется, женщина могла бы работать официанткой в кафе, или что-то подобное, потому что в Оазис у меня есть закусочная, и вот она как раз-таки могла бы там работать официанткой. У нас есть карьера, по-моему, официанта, либо она доступна только подросткам, но я знаю, что есть мод, который открывает эти карьеры, и не только для подростков. Короче, можно посмотреть. Она могла бы работать вот каким-то таким обслуживающим персоналом. Мне кажется, это очень подходит для такого типа жилья, для такой семьи, поэтому можете попробовать поэкспериментировать. А мужчина может быть только каким-нибудь разнорабочим. У нас там есть какие-то карьеры, на которых требуется разнощик газет, там, ну, что-то такое. Короче, что-то очень простое, незамороченное первого-второго уровня максимум, я особо не выбиралась и не продумывала себе, какая именно карьера будет у каждого персонажа. Дети, разумеется, ходят в школу. Мне кажется, что один ребенок может быть подростком, а второй ребенок может быть школьником. И вот с подростком интересно, потому что скоро нас ждет новое дополнение, и вот там можно себе разыграть все, что хочется. Что он много времени может проводить в школе, там, на каких-нибудь тусовках с одноклассниками, каким-нибудь спортом заниматься, типа, вот этого футбола, да, оставаться на внеклассные занятия. Он может при этом плохо учиться и постоянно хватать двойки, замечания от учителей, директоров и родителей, разумеется, тоже. Но при этом он в целом очень любит спорт. Короче, можно как-то так обставить. А второй ребенок просто школьного возраста, тоже, разумеется, ходит в школу, возможно, у него тоже есть какие-то дополнительные занятия с помощью клубов, так как я делаю это на стримах с Элис, моим ребенком, получается, в династии. Тоже создала с помощью клуба ей дополнительное образование, скажем так, и вожу ее в школу искусств, типа того. Понятно, что в Оазис нет такой школы искусств и в каждом городе, конечно, такое не построить, но одна у меня есть. Может быть, будет еще когда-нибудь вторая в новом городке, посмотрим, если там найдется для нее место. Можно что-то придумать, с клубами тоже как-то занять этого ребенка, что-то ему придумать интересное по навыкам и по увлечениям. Поэтому думайте сами, придумывайте себе историю, я лишь накидываю примерный образ этой семьи. Я думаю, что девчонки, либо Даша, либо Ньен, мои модераторы на стримах, и вы с ними, наверное, уже тоже знакомы по тому, как они в группу своих персонажей вам дают на скачку. Да, если вы еще не в курсе, то в группе ВКонтакте вы можете скачать персонажей, которых создают мои девчонки-модераторы. Персонажи, кстати, очень красивые, продуманные, с проработанными навыками, не пустышки, с историями, с какими-то интересными, которые подходят именно под мои постройки. Если вы застраиваете сохранение стартовое вместе со мной и нуждаетесь в персонажах, то Welcome в группу ВКонтакте, всех там ждем. Не только я одна жду, но и девчонки, я думаю, тоже ждут, потому что там как раз таки лежат и ждут вас их персонажи, которые созданы специально для моих построек, либо же просто рандомные персонажи, которые просто могут вам понадобиться и понравиться. Разумеется, поэтому да, девчонки могут создать персонажей, и вы можете их использовать, можете придумать своих, свою семью самостоятельно и настроить ее так, как вам угодно. Это что касается первого домика, теперь давайте плавно перейдем ко второму. Второй домик рассчитан на двух персонажей, уже не на семейных, но так-то это тоже можно назвать семьей, потому что жить в нем будут две сестры. Одна из которых молодая, а вторая близится к взрослому возрасту, то есть у них довольно большая разница в возрасте. И получается вот этот трейлерный домик, второй, принадлежит именно старшей сестре. Я не знаю, каким образом она его получила, возможно, какими-то своими накоплениями смогла заработать и купила себе этот дом. Не знаю, потому что в целом это довольно дешевое жилье, поэтому можно представить, что старшая сестра просто купила этот дом, но он был в не очень хорошем состоянии, он достался ей от каких-то пожилых персонажей, и в целом он сейчас даже не в очень хорошем состоянии, он чуть-чуть похуже внутренне именно по мебели, чем первый домик. То есть там кухня более старая, такая более деревенская, такая, знаете, видно, что жили пожилые персонажи, в целом такой интерьерчик, обойки такие, очень в цветочек где-то, в клеточку, ну сразу понятно, что жили, наверное, пожилые персонажи, и, в общем, этого ощущения мне очень хотелось. В этом доме во втором, и вот старшая сестра купила этот дом у пожилых персонажей, возможно, те уже просто смогли себе позволить что-то более крутое, либо еще как-то, либо просто этот дом стоял, они его сдавали под сдачу и решили, что, наверное, нужно продать, либо эта девушка смогла уломать их на то, чтобы они продали этот дом как-нибудь подешевле. Не знаю, как оно произошло, это все вы можете тоже придумать самостоятельно, либо это придумают девчонки-модераторы мои, смотря у кого как фантазия разыграется. Но у меня несколько вариантов, вот я накидала, дальше решайте самостоятельно. А так как старшая жила в этом доме одна, у нее нет ни мужа, ни детей, а нет животных, нет животных, по идее, ну хорошо, допустим, ладно. Я просто помню, что я там поставила что-то для животного, но я думаю, что животное приехало именно с младшей сестрой. У старшей не было ни животных, ни детей, ни семьи, ни мужа, никого. Вообще, она одиночка, она вот супер одинокий персонаж, и она не мечтает ни о семье, короче, она child free, и она в целом не мечтает ни о семье, ни о муже, ей комфортно одной. Ну так получилось, что младшая сестра поступила в университет, и ей удобнее жить здесь, скажем так, чем в том месте, где она жила до этого. И тем более ей очень хотелось поскорее выпорхнуть из родительского гнезда, потому что родители ее просто достали своими нравоучениями, и она подумала, что лучше она наверное поживет с сестрой, потому что сестра не такая дотошная, сестра не будет ругаться почему-то, а так поздно приходит домой, либо же вообще не приходит домой, либо еще что-то. Короче, получается младшая сестра просто решила убежать от проблем с родителями к своей старшей сестре, зная, что та не будет против ни ее плохой учебы, ни ее длительных гулянок, ни ее всяких других вещей. А родители в принципе довольно строгие, поэтому и старшая, кстати, рано ушла из дома и начала самостоятельную жизнь, поэтому история повторяется, и старшая в принципе очень хорошо поняла младшую сестру. Я так, знаете, наверное, стоит придумывать имена персонажам, чтобы было проще объясняться, потому что старшая, младшая, младшая, старшая, короче, сама начинаешь запутываться. Но надеюсь, я еще не вела вас просто в ужас, и вы еще до сих пор здесь, пытаетесь внимательно слушать и вникать в то, что я пытаюсь до вас донести. Старшая прекрасно поняла свою младшую сестру, потому что сама в свое время столкнулась с таким же отношением родителей и такая, окей, живи у меня. К тому же этот как раз-таки второй домик, в нем уже две малюсенькие раздельные спальни, то есть не одна общая, как в первом домике, а именно я разделила домик на две маленькие, вытянутые, такие узенькие спальни. Я думаю, что домик изначально таким был, и такая сестра подумала, что ну, прикольно, а почему нет? У меня есть комната, которая пустует, которую я ничем не могу занять, и все, какая разница, пускай приезжает моя младшая и живет здесь, в целом она меня не напряжет, скорее даже где-то поможет, нет-нет, уберется, нет-нет, да что-нибудь приготовит вкусненько, короче, знаете, она решила совместить приятное с полезным, при этом и с сестрой у них, в принципе, отношения довольно прекрасные, они ладят, им даже так наверное вместе веселее, вот, ну и в целом получается младшая сейчас учится в университете, про специальность тоже ничего не скажу, даже предположительно, потому что это нужно лезть, копаться, изучать специальности, я не очень хорошо их знаю вот так вот, чисто по памяти, я знаю, что есть там ботаника, ну, биология типа, да, на которую нужна, есть юриспруденция, там история, типа того есть еще что-то с робототехникой связано я думаю, что-нибудь очень классическое типа, какой-нибудь факультет с историей, юриспруденцией с чем-то подобным, ну, опять же, на ваше усмотрение, это может быть все, что угодно абсолютно все, что угодно, мне не принципиально честное слово, то есть, это может быть абсолютно персонаж с рандомной, скажем так, как раз таки учебой своей, да, с профессией мне кажется, этой девушке много что может подойти по характеру, обе, мне кажется такие слегка вспыльчивые и обе упертые, возможно и часто, кстати, могут что-то между собой не поделить, то есть, кто мыт посуду, не могут решить и определиться потому что обеим лень, не хочется и вот это вот надо постоянно решать а кто сегодня, а кто завтра и они себе, я думаю, придумали некое расписание вот сегодня ты моешь, завтра я мою мне кажется, и по уборке у них так же рандомно, то есть, кто-то моет сегодня кто-то моет завтра, убирается вот так вот вместе они живут, и, кстати, живут уже, мне кажется, ну, длительное время около года, наверное, но получается, что пока что вот эта младшая сестра заканчивает первый курс учебы, первый семестр, это в Sims называется, правда, там всего неделя конечно, или сколько нет, подождите семестр, скольких недель он длится я, к сожалению, не очень понимаю на самом деле не очень помню всю вот эту доскональную механику но, сам факт, вы поняли, наверное о чем я говорю, короче говоря, сестра заканчивает типа первый курс, только-только на там начало учебы, ей еще учиться и учиться поэтому жить она будет здесь долго я думаю, они все равно, так или иначе, как-то смогут ужиться, что будет дальше с младшей сестрой, пока не очень понятно куда она всунется дальше, продолжит ли она жить здесь, в этом доме и делить жилплощадь со своей старшей семьей, или бы захочет семью захочет отделиться, захочет свое уютное гнездышко, это вы уже тоже будете решать на свое усмотрение если будете играть за эту модель семьи я всего лишь пытаюсь натолкнуть вас на размышления о том кто здесь может поселиться и для кого я конкретно строила, в целом второй домик выполнен, как я уже сказала, в более простом исполнении, то есть здесь более старая мебель, это видно, оттенки мебели все-таки коричневые, то есть знаете, что-то такое очень напоминающее о пенсионерах, потому что пенсионеры такое любят, я думаю, что за редким исключением в квартирах и домах у пенсионеров что-то очень современное классное новомодное, именно из мебели и из дизайна, поэтому я думаю, что пенсионерам такое очень даже подходит, домик уютный такой, прям малюсенький хорошенький, но с двумя отдельными спальнями, это конечно плюс, у каждой девушки есть свое пространство, со своим рабочим столом, со своей кроватью с какими-то штучками для навыков допустим, одна может писать картины потому что я поставила мольберт а вторая занимается скорее всего садоводством, а может быть это одна и та же девушка занимается и садоводством и пишет картины, возможно это как раз таки старшая сестра, она может заниматься садоводством потому что клумбочки я поставила на участке и это именно для нее и как раз таки у нее в комнате стоит мольберт и она может писать картины, не знаю насколько она хорошо их будет продавать может быть нет, кстати по поводу карьеры тоже не особо думала, но вот которая младшая, она будет учиться в универе и она не будет работать, я думаю, либо она периодически будет брать какую-то подработку, которая доступна как раз таки для студентов, а вторая старшая может либо получается продавать овощи, фрукты, которые она сможет вырастить, хотя этого заработка будет слишком мало, либо продавать картины, писать их, продавать, может быть найдет какую-то еще подработку типа тоже какой-нибудь официантки в кафе и что-то вот подобное, что-то очень простое, максимально простое и не замороченное, без всяких там знаете, вау карьер, мне кажется что-то должно быть очень простое в виде карьеры, поэтому тоже решайте самостоятельно, потому что я так досконально карьеры, может она может быть няней, о точно, она может быть няней, вот это меня сейчас осенило, я крайне редко вообще на самом деле создаю персонажей с карьерой няня а ведь хорошая карьера, почему нет прикольно, короче она может быть няней, если эта карьера доступна для взрослых персонажей то да, она может быть няней, почему нет ну просто няней не на постоянную основу, а знаете это такая больше карьера урывками, вот сегодня нужна кому-то няня, она идет и нянчится И завтра не нужна, она занимается своими делами по дому, с удовольствием, пишет картины и все прочее. То есть для нее няня это как способ заработать еще больше, чем бы она могла заработать со своих картин и с удовольствием. Ну и в целом это необходимая, наверное, мера, потому что с удовольствием из картин много не заработаешь, потому что этого слишком мало для нормальной жизни, для того, чтобы покупать продукты. А я думаю, что здесь можно поставить свой свой участок. Простая жизнь будет реалистичнее, да, по хардкорду, типа прям вау, играть так, чтобы персонажи иногда и голодными могли походить все-таки. Типа очень такие небогатые, скажем, семьи, хотя если смотреть на первый дом, то и не скажешь, что семья небогатая, там слишком красиво внутри. Но может быть они как-то наскребли, взяли кредитный на ремонт, потому что деваться некуда, дети растут, не очень хочется, чтобы они росли в плохих условиях. Ну и все вот это вот, короче, можно придумать себе кучу всяких разных отговорок и причин, почему в одном доме красиво, а во втором нет. Но во втором некрасиво, потому что здесь некому делать ремонт, потому что девушки вдвоем не особо, наверное, шарят за ремонт. Максимум, что они смогут поклеить обои новые, но и даже этим они не хотят себя заморачивать. Им нормально и так. Главное, что чисто, полы там чисто, нет пыли, и так сойдет. В целом, им и так хорошо живется. В целом, по поводу домиков и по поводу семьи я рассказала вам все, что хотела, но еще бы хотелось, мне кажется, затронуть хотя бы чуть-чуть, мы хоть на стриме на вчерашнем с вами. Довольно обширно поговорили о новом дополнении и о трансляции с разработчиками, но все равно хотелось и здесь, наверное, об этом поговорить, потому что не все могли смотреть трансляцию. Я надеюсь, что все смогли посмотреть трансляцию с разработчиками, и многие посмотрели трейлер к новому дополнению «Старшая школа», и хотя бы кто-то понимает, о чем я сейчас буду говорить. На самом деле, сейчас, конечно, наверное, рано высказывать свои какие-то глобальные эмоции. Эмоции будут, когда я выпущу первое строительство по этому дополнению, но все равно, по крайней мере, сейчас у меня чувство необыкновенного восторга внутри, потому что за долгое время это реально крутое дополнение, не считая фермы, ферму исключаем, потому что ферма тоже очень крутое дополнение. Но так как дополнение у нас всего раз в году, что очень печально, кстати, они, мне кажется, над дополнениями всегда очень сильно стараются, потому что так много новых механик впихать в дополнение, это просто вау, поклон просто разработчикам за то, что не сделали на отвали, скажем, прилично, а сделали прямо как будто с душой, и вроде бы даже ничего не лагает так сильно, что как вот прям, знаете, аж то, чтобы глаз дергался. Вроде бы все на трансляции у них было окей. Был там один моментик, но я поняла, это была какая-то шутка с Т-позой у персонажа, я не очень поняла, потому что в английском я не шарю, но потом где-то я увидела такую информацию, что разработчики просто пошутили, типа это какая-то фигня, не знаю, в общем, если вы поняли, о какой Т-позе я говорю, там в школе был момент с Т-позой персонажа, то отпишитесь в комментариях, вы что-то поняли из этого, нет, потому что я с английским не дружу и понять не могу, о чем они там говорили, Симгуру, поэтому не очень поняла, в чем там суть. Но в целом сами механики, анимации, какие-то действия, новые факультативы, кружки, дополнительные образования, помимо уроков, успеваемость, новые социальные сети, переработали нам телефон, приложение. Теперь у нас гораздо глубже вот это погружение в общение, во взаимодействие между персонажами, нас все глубже и глубже погружают именно в отношения между персонажами, то, чего как раз таки не хватало. Помимо этого еще какие-то предпочтения сексуальные появятся, что тоже прикольно, кстати. Почему нет? Каждый сможет сам выбрать и максимально кастомизировать своего персонажа под себя, под свои предпочтения в жизни, возможно. Поэтому это очень крутая вещь на самом деле. Волосы на теле это вообще отдельный разговор, я молчу. И то же самое я молчу про круглые стены, потому что это то, чего я действительно ждала. Но я, кстати, в прошлом ролике высказывалась по поводу круглых стен и по поводу наличия круглых бассейнов. Но по ходу круглых бассейнов нам не подвезут, потому что если бы подвезли, показали бы, наверное. Ну, может быть, конечно, они втайне будут до последнего держать, но мне бы очень хотелось верить и надеяться на то, что будут еще и круглые бассейны, но я, как-то, знаете, верю 50 на 50. Я все же настраиваюсь на нет, но если будет, то будет очень классно, чтобы потом, знаете, я не люблю выстраивать себе очень высокие, завышенные ожидания, чтобы потом не разочаровываться. Потому что раньше я именно так и делала, я себе распридумывала все там так классно. И потом, когда смотрела на новый контент и понимала, что половина из того, что я себе придумала, не оправдалась, я очень сильно разочаровывалась. Сейчас я стараюсь не ждать ничего, вообще ничего до последнего. Думаю, ну, вот как будет, так будет. Так, вот этого если не будет, ну и плевать. И когда ты получаешь чуть больше, чем ты себе думал, ты такой, вау, вот это реально круто. То есть я сейчас живу именно вот так и стараюсь новый контент по Sims 4 ждать именно в таком состоянии. Не знаю, напишите, как вы ждете новый контент. На что-то надеетесь или уже тоже забили надеяться и просто ждете то, что уже выйдет, и будете рады тому, что выкатят. В целом, я очень жду это дополнение, действительно, как и в прошлом году, я ждала ферму. И много крутых классных предметов мебели добавят. Я уже все успела посмотреть на все, на все, на все предметы, на все расцветки. Пока идей не особо много, можете, кстати, поделиться идеями в комментариях, что можно построить в новом городке. Разумеется, из очевидных вещей это школа, но я не знаю, насколько быстро я смогу ее осилить, потому что это все-таки очень объемный участок, большой. Но напишите свои идеи, можете поделиться, чего бы вам хотелось в новом городке, с чем он у вас ассоциируется, кстати. Потому что он у меня ассоциируется с Гранит Фоллс. Да, это факт. Очень похож он чисто по деревьям, по пейзажам, по всему вот этому окружающей среде. Очень похож на Гранит Фоллс. Поэтому напишите, с чем у вас ассоциируется новый город Коппердейл. И чего бы вы хотели в нем видеть. Потому что городок на 12 участков, это довольно много. Поэтому есть где размахнуться, можно и общественные участки построить, и домики, и школу, и аудиторию. Короче, много всего можно, поэтому пишите все свои пожелания, хотелки. Буду пытаться уже сейчас начинать искать картинки референсы, чтобы потом не сесть в лужу. Как говорится, когда выйдет новое дополнение, чтобы быстренько-быстренько все уже построить и прийти к вам с новым строительством. Все, на этом у меня на сегодня все. В целом, честно говоря, думала, как-то будет туго идти эта озвучка. Потому что делаю я это после стрима, а на стриме я и так уже наговорилась, так что уже язык просто стерла. Не в кровь, конечно, но наболталась. Так что прям уже и рот-то открывать не хотелось. Но в целом наполтала, меня это очень радует. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр, за то, что были со мной эти полчаса или сколько там у нас получится ролик. Ну, примерно, да? Вот, я надеюсь, что вам понравились эти домики и вы обязательно украдете их к себе в игру. Если что сделать, вы сможете это по ссылке в описании. Ну, а на этом я буду заканчивать. Но прежде чем уйти и закрыть данный ролик, не забывая подписаться на канал и нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новых и интересных роликов. Также не забывая опускаться в описании и чекать все ссылки на социальные сети, в том числе на группу ВКонтакте, о которой я уже сегодня говорила. Потому что там, помимо анонсов новых роликов и стримов, есть еще персонажи на скачку, закадровые скриншоты династийцев. Да, очень довольно симпатичные, кстати. Поэтому заглядывайте, подписывайтесь, вступайте и следите за всеми возможными штуками, которые происходят не только на канале, но еще и в группе ВКонтакте. А также, если тебе не сложно, ты можешь поделиться этим роликом со своими друзьями, для того, чтобы новые зрители узнавали о канале. Ну и конечно же, не забудь поставить большой пальчик вверх и написать комментарий, если тебе понравилось это видео. Ну а на этом у меня на сегодня все, я еще раз всех благодарю за просмотр, всем до скорых встреч и всем пока-пока. Увидимся с вами в новых роликах и на новых стримах. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок